Истец хочет после смерти сожительницы получить долю в ее наследстве. Ответчик считает, что бывший зять уже получил все, что ему причитается. Прошу садиться. Слушается дело о признании имущества совместно нажитым и определении супружеской доли. Истец Белявцев Игорь Михайлович, ответчик Потапова Анна Павловна. Предъявлен встречный иск о применении срока исковой давности. Предъявлено заявление. Вы заявляете о пропуске срока исковой давности. Пожалуйста, истец, слушаю вас. Ваша честь, я Белявцев Игорь Михайлович, ответчик Анна Павловна, моя бывшая теща. Я прожил с ее дочерью 16 лет. 12 лет законно, в официальном браке, и 4 года не в официальном браке. То есть гражданском, так сказать. До регистрации брака или после регистрации брака? После регистрации брака. 12 лет мы прожили официально в браке. И 4 года после развода мы опять прожили вместе с ее дочерью, с моей женой. Но так получилось, что 2 месяца назад моя супруга умерла. Уже почти 3. И ввиду того, что у Кати не было наследников, детей у нас не было, право наследства предъявляет теща. Совместно, когда мы жили, 10 лет назад мы приобрели квартиру. Однокомнатную, 41 квадратный метр в Химках. За 4 миллиона 200 тысяч рублей. Все оформили на Катю, на мою супругу. Жили в этой квартире. Я там делал ремонт. Очень много вложил сил и средств своих. Сделал перегородку. Убрал перегородку, точнее, между кухней и балконом лоджии. Сделал одно общее пространство. В санузле выложил кафелем плитку. Убрал старую ванну, поставил душевую кабинку. Это не считает тех ремонтных работ. Тех ремонтных работ, которые натяжные потолки, штукатурные работы, переклейка обоев. Там было столько сил и средств вложено. Столько средств. Да, ну, так получилось, что Катя скоропостижно скончалась. Да, 2 месяца назад. Почти 3. Ну, почти 3 уже, да. Катя скоропостижно скончалась. У нее было воспаление поджелудочной железы. Вот. Для меня это до сих пор шоком. Я не могу в себя прийти. А теща мне растерялась. Она через 2 недели прибежала, прискакала. Начала предъявлять свои требования. Конечно. Высилять меня оттуда. Да, говорить, что я здесь никто и никаких прав не имею. Так, отмажется. Я вам предоставлю слово чуть позже. Пожалуйста, наберите прощение. И никаких прав не имею. А я имею право. Скажите, пожалуйста, истец, вы почему брак расторгли? Ну, это были семейные обстоятельства. Так сложились просто. Ну, какие-то там разногласия у нас были. То есть вы расторгли брак. Через какое-то время помирились. Да. Через полгода мы обратно стали жить вместе и прожили 4 года. До момента, когда Катя умерла. Мы жили совместно. На момент... И на момент смерти вы тоже проживали вместе с умершей, да? Да, да. А зарегистрированы вы где? Там же, в своей квартире. В этой квартире, да. То есть после расторжения брака вы не были сняты с регистрационного учета? Катя меня не выписывал, не выселял. И все осталось точно так же, как и было в браке. Скажите, пожалуйста, а квартплату кто оплачивает? Ну, совместно семейного бюджета оплачивали. А последние месяцы после смерти жены? Я оплачивал. У вас имеется подтверждающий документ? Да, все есть, да. Передайте, пожалуйста, через судебного пристава. То есть вы и сейчас проживаете в этой квартире? Так, а квартира была приобретена в браке через сколько лет после регистрации брака? Ну, получается, в 2014 году была приобретена через 6 лет. Понятно. Пожалуйста, ответчица, я вас слушаю. Ваша честь, я категорически против его материальных претензий и выделения доли в этой квартире. Потому что он не имеет этот прохвост, вот ни грамма не имеет права претендовать на эту жилплощадь. И потом, они 4 года назад развелись. 4. За 3 года он ни слухом, ни духом, никаких поползновений у него не было? В каком смысле не было поползновений? Определить, выделить свою долю в этой квартире. То есть он в суд с разделом имущества не обращался? Не обращался. А я слышал, что... Скажите, подождите, истец. Я знаю, что вы слышали, и я тоже об этом знаю. Не обращался. Скажите, пожалуйста, вот они брак расторгли, истец говорит, а потом помирились и снова стали проживать вместе. Все было не так. Это он все врет, и он приукрашивает. Мне, говорит, одно, дочери говорил другое, а вам, говорит, совершенно третье. Я вам скажу, как, откуда, что взялось. Он пришел гол как сокол. Ничего за душой не было. Жили у нас. И 6 лет прожили, и квартиру снимали. И отец решил улучшить дочери условия жизни. Он на свои собственные деньги, на наши с ним семейные деньги, купил эту квартиру. Я ему говорила, я говорю, купи на себе. Ну, купи. Ей подаришь? Нет. Дочка уговорила. Он же такой порядочный. Он же претендовать не будет ни на квартиру, ни на что. И что? Дочери нет. Подтвердить она ничего не может. А этот аферист... Я когда приходила, через две недели, я же понимаю, что он там никто. После смерти дочери. Да что значит никто? Куда приходите через две недели? В ее квартиру, в дочкину. Которая на нее оформлена и всегда была оформлена. Он мне руками перед носом машет. Да я здесь наследник, я здесь наследник. Я говорю, да здесь просто сожитель. Ты никто. Да я имею право наполовину этой квартиры. Потому что она была приобретена. Это Катина. Воля была. И просто его жалко было. Ведь почему они разошлись? Ваша честь. Она застукала этого прохиндея. Кобеля. В собственной квартире, в постели со своей подружкой. И выгнал их. И он собрался жить с Райкой. И тут же пришел. И потребовал раздела квартиры. Когда они развелись, он сразу пришел предъявить свои права. На супружескую долю. И требовал, чтобы продали квартиру и отдали ему деньги. Половину квартиры. И он в суд обращался? Нет, потому что Катя говорит, мам, ну давай отдадим ему эти деньги. Мы отдали. Я миллион дала. И Кате. И следствия от отца. Миллион. Ну и где доказательства этого? Да вот он-то и делал, что нет никаких доказательств. Значит, не было никакой передачи этих денег. Я пересчитал все два миллиона. В карман посадил, почесал к своей подружке. А потом, когда она поняла, что он аферист, и толку от него мало, она его выгнула, и он приполз к Кате просить прощения. Она все эти полгода плакала. Ваша честь? Плакала, потому что эту дурака любит. Ваша честь? Да. То есть вы подтверждаете, что они проживали вместе в этой квартире? Ну, она его не выписывала, потому что жалела. Послушайте, я же не спрашиваю вас, выписывала она его или не выписывала. Я же конкретный вопрос задаю. Они проживали в этой квартире. Вы приехали, и он там так и проживал. И он там так. Ну, вы считаете, что... И нюх не освобождает. Ему, Ваша честь, ну нельзя этому аферисту, который деньги получил, куда он их поделал? Ну, вы деньги-то когда передавали? Расписку бы взяли хотя бы. Да говорила я ей, что расписку нужна. Так он же опять же ей, я такой порядочный, я не буду претендовать. И все, я ее... Ну, понимаете, вот это бесконечная, бесконечная одна и та же история. Так в том-то и делаешь. Стороны приходят и рассказывают мне, что они деньги передавали, что они договаривались, что они там что-то друг другу обещали. Ну, есть бумага, есть ручка. Я все прекрасно понимаю, Ваша честь. Есть нотариус, и все можно зафиксировать. Да. А вот эта игра, верю-не верю, а потом было-не было, это не работает, потому что каждая сторона, придя в суд, должна доказывать те обстоятельства, на которые ссылается. То, что вы переживаете и плачете, я это вижу. А то, что вы передавали деньги и был фактически произведен на раздел имущества, я этого не вижу. Поэтому... Поэтому, поэтому ухожу выносить решение. Прошу всех стать. Далее в программе. И самое ужасное, что я мог увидеть, это в центре комнаты, ну, чужие мужские носки, явно не мои. То есть она сюда еще и мужиков водила. Девушка пообещала поддержать больного брата. Но считается ли помощью организация пьяных вечеринок, угон машины и расходование денег инвалида на собственные удовольствия? Она открыла мне дверь, и я ей прям с порога кулаком. Все, у нас началась драка. Потасовка, конечно, сильная. Женщина 8 лет пыталась увезти мужа своей подруги. В итоге все в суде. Чем это закончится? И почему теперь любовница поддерживает жену? Оглашается решение. Суд принял решение, иск о признании имущества совместно нажитым, определение супружеской доли, удовлетворить, выделить из наследственного имущества умершей одну вторую долю квартиры и признать на эту долю право собственности за истцом. Соответственно, заявление о пропуске срока исковой давности оставить без удовлетворения. Разъясняю стороны, что действительно, по закону, в силу пункта 7, статьи 38 Семейного кодекса Российской Федерации к требованиям супругов о разделе общего имущества, брак которых расторгнут, применяется срок исковой давности 3 года. Однако, срок исковой давности начинает течь не с момента расторжения брака, а с того момента, когда супруг узнал, либо должен был узнать о нарушенном праве. Если после расторжения брака бывшие супруги продолжают, сообща пользоваться имуществом, неважно, каким имуществом, это может быть недвижимое имущество, движимое имущество, то, что было приобретено в браке, банковский счет, например, то срок исковой давности в этом случае исчисляется с того дня, когда одним из супругов совершено некое действие, которое нарушает права другого супруга. В судебном заседании установлено, что истец продолжал пользоваться спорной квартирой, которая была приобретена в браке, и после расторжения брака переехал опять к своей бывшей жене, и они продолжали жить до ее смерти. То есть его право собственности на это имущество не нарушалось, а фактически оно было нарушено только со смертью жены, тогда, когда ответчица, будучи ее наследницей, обратилась в нотариальную контору. Поэтому не подлежит применению срок исковой давности, так как права супруга на общее имущество не нарушалось до самой смерти. То есть срок исковой давности для него начал течь тогда, когда ваша дочь умерла. Поэтому исковые требования удовлетворены. Дело закрыто. Прошу всех стать. Решение суда. Иск удовлетворить. Во встречном иске отказать. Я считаю, что если бы в свое время мама моей супруги не залезла в наши отношения, и из-за этого бы и не случился бы этот развод. Ну, одним словом, теща, что говорить? Лишний раз убеждаешься, что в наше время нужно на каждое действие иметь документ. Нет документа, словеса, дело не пришьешь. Печаль. Мой муж подложил меня под своего начальника. Ну, что тут скажешь? Как за пять минут можно? Хоп! Ой, знаешь, тогда и за минуту можно. Вот так и живем. Что ни день, то история. У нас в квартире были любовницы. Что значит были любовницы? Я одна-единственная была любовница вообще-то. Не пропустите. Дела судебные. Новые истории. Истец требует выплатить вознаграждение за оказанные услуги. Ответчик с иском не согласен. Услуги ему не были оказаны, поэтому он ничего платить не должен. Слушаю вас. Здравствуйте, Ваша честь. Я представляю интересы моей дочери Дины по доверенности. Передайте доверенность. Представляю интересы моей дочери Дины. Спасибо. Доверенность представлена. Пожалуйста, изложите требования. Моя дочь Дина заключила договор об оказании услуг с ответчиком. И в договоре указаны, в общем-то, все ее обязанности. Какие обязанности? О чем договор? Договор об оказании услуг сиделки. Вот. И по этому договору она должна была для ответчика убирать ежедневную квартиру, стирать, в общем-то, и гладить белье, готовить пищу, гулять с собаками, с собакой и сопровождать ответчика из дома. Дело в том, что ответчик – это мой сын. Он четыре месяца назад попал в аварию на мотоцикле и имеет множественные травмы и до сих пор лечится. И поэтому ему сложно самому по дому выполнять всякие работы. Он живет в отдельной квартире. И они с Диной заключили договор об оказании. То есть Дина согласилась ему помочь. И заключили договор об оказании услуг сиделки. И вот договор есть. Передайте, пожалуйста, через судебное приство. То есть помимо услуг сиделки она должна была по договору выполнять еще обязанности по дому? Обязанности по дому, да. И она переехала к нему в квартиру отдельную. Вот. И помогала им по дому. Выходили они в больницу. И она даже проделала курс уколов, лекарственных препаратов. Еще и с собакой гуляла? И с собакой два раза в день. И три месяца, в общем-то, нормально все было. И в третий месяц, по качанию третьего месяца, ответчик не заплатил ей. Первые два месяца оплатил? Да. А третий не оплатил. И вот тоже переписка их есть у меня. То есть Дина спросила, ты, может, забыл мне платить? Он сказал, я тебе платить не буду. Почему? Потому что, ну, по каким-то личным его соображениям. Ну, тут он написал, что за работу нужно платить, а я тебе не буду платить, потому что работы не было. Вот. Ну, Дина очень расстроена. И вообще у нее экономическое образование. И она могла бы работать в офисе, получать стабильную своевременную оплату. Вот. А она согласилась быть домохозяйкой и таскать тяжелые сумки, там, стоять у плиты, гулять с собакой. А Константин, вот мой сын, он вообще хорошо зарабатывает, имеет свою квартиру, хорошую машину. То есть правильно я понимаю, что истица ваша дочь? Да. Дина? Да. А ответчик ваш сын? Да. Понятно. Передайте, пожалуйста, эта переписка не заверена, не заверена. Не перечислил, никогда не перечислю. Ну, хорошо. Ответчика спросим. Иск признаете? Ваша честь, с иском я не согласен, так как за отсутствие работы, соответственно, не платят. Поясните. Дело в том, что Дина ничего не делала из того, что было заявлено у нас в договоре. Мне нужно было на три недели лечь в стационар, подлечиться после ДТП. На мотоцикле подрезали нас с товарищем. И она меня встретила со стационара с совершенно невозмутимым каким-то взглядом таким, знаете. Я уже понимал, что что-то не так. Я захожу в квартиру и понимаю, что тут полный хаос. Буквально квартира превратилась в притон. Грязь, вонь, пыль. Все разбросано, бутылки. Слава богу, ничего там, ничего более такого. И самое ужасное, что я мог увидеть, это в центре комнаты чужие мужские носки, явно не мои. То есть она сюда еще и мужиков водила. А грязь и вонь, потому что моя собака, воспитанная, дрессированная, гадила по всем углам. Она с нескольких суток не гуляла вообще. Я говорю матери, звоню и говорю, ты приди, полюбуйся вообще, что происходит-то. Нет-нет-нет, мы родственники, мы должны все решать полюбовно, чтобы все было, вот, знаете, вот хорошо. Да мы с ними вообще толком, знаете, такие родственники. Мы сводные, у нас разные отцы. Я как бы всю жизнь стремился к тому, чтобы учиться, зарабатывать. А она курила и бухала, с какой-то сомнительной компанией связалась. Ну, родители там покумекали, ее в колледж устроили, так, на платку. Она еле-еле кое-как доучилась, а за нее даже контроль надоделала. А тут решила доченьку социализировать. Со мной это все случилось. Она сразу, Дину, в сиделки ко мне, так говорит, давай заключим договор на сумму аж 40 тысяч. Да я за 25 тысяч бы нашел себе сиделку. Но вы договор-то заключили? Договоры заключили, скрипя сердце. Подписали? Потому что... Да. Было подписано. Подписали. Платежи осуществляли? Первые два месяца, да. И то было бы не за что, если честно. За третий месяц я отказываюсь платить. Потому что она ни в первый, ни во второй, ни в третий месяц не выполняла свою работу. Сейчас расскажу, как это, знаете, все было. Буквально почти вначале она ко мне подселилась. Ну, покупала там какие-то продукты, там хлеб, кефир, но обязательно вино и сигареты. Притом, что я не курящий и не пьющий. Ну, вы проживали тоже в этой квартире? Естественно, я проживал в своей квартире, она ко мне подселилась. Ну, на правах сестры. Она вам оказывала медицинские услуги? Оказывала, проколола курс уколов мне. С собакой гуляла? С собакой, ну, гуляла. Ну, пока вы не имели возможности гулять. Ну, пока, да. Лучше, конечно, три раза в день, но она себе позволяла два, а то один раз в день. Ну, в мое отсутствие вообще устроил шабаш, что сосед вызвал ментов, а она под этим делом с ментами в драку вступила. Вот, пожалуйста, протокол. Две с половиной тысячи я за нее еще штрафы отдал. После того инцидента со стационаром, когда я вернулся, мне пришлось еще шесть тысяч за клиник отдать, у меня и счет есть. Вот. А вопиющий случай был, когда она взяла ключи от моей машины и поехала на ней со своими субботыниками кататься, не имея прав. Ну, благо я на первом же перекрестке полиция остановила, машину изъяли, я за штрафстоянку заплатил. Две триста... О, нет, шесть четыреста я заплатил за штрафстоянку, и две триста еще за эвакуатор. Благо у меня друг есть, который впрягся, машину забрал, помог. Скажите, пожалуйста, вот два месяца, за которые вы оплатили, это вы проживали совместно, и она, как вы утверждаете, кое-как, но выполняла свои обязанности. Все верно, да. Ну, три недели из этих двух месяцев, вернее, на третий месяц... Третий месяц... Третий месяц... Три недели я пробыл в стационаре, она жила там одна. Три недели были в стационаре, соответственно, медицинские услуги не были оказаны, потому что вы в них не нуждались, правильно я понимаю? Ну, я нуждался в услугах клининга, выгула собаки. Собственно, за это я просил с нее 40 тысяч. Всего лишь выгулить собаку, подержать чистоту в доме. Так, и когда вы вернулись... Когда я вернулся, там... Домой, вы вынуждены были... Во-первых, вы протокол этот обнаружили. Ну, я за него, да. Это ваше отсутствие было? Да. Оплатили штраф. Да. После этого вызвали клининговую компанию, которая производила уборку в вашей квартире. Все, что она там отвалила, да. Бутылки выгрести и все остальное. Заплатили сколько? 6 тысяч. 6 тысяч. И еще история с машиной, которая... Ну, история с машиной вообще из ряда ООН. К договору не имеет отношения. Передайте документы через судебного пристава. Все, все вынес. Все вынес. Скажите, пожалуйста, представитель истца, а почему ваша дочь не пришла в суд? Ну, потому что она очень переживает, плачет, и, в общем-то, в таком... Плачет, переживает. Она вам рассказывала про то, что в отношении нее был составлен административный протокол в тот период, когда ваш сын лежал в больнице? Ну, нет, она не рассказывала. Вы об этом не знали? Скажите, пожалуйста, а после того, как ваш сын выписался из больницы, вы квартиру посещали? Ну, ваш сын говорил вам... Взрослые люди, они даже... Вы пришли в суд, представляете интересы своей дочери, защищаете ее права фактически. Соответственно, вы должны отвечать на вопросы суда. У меня вопрос. После того, как ваш сын вернулся в квартиру, он вам сообщил о том, что в квартире грязь и так далее? Да, сообщил. Вы посещали квартиру? Квартиру не посещала. То есть вы не знаете, в каком состоянии была квартира? А ваша дочь в тот момент жила в квартире? Ну, он ее уже к тому времени выгнал из квартиры. Но он вернулся, увидел все это и выгнал из квартиры. Сказал, что там грязно. А дочь какие пояснения вам дала по этому поводу? Ну, дочь от нее ничего не домьешься, сказала, что все нормально, что... Что ты сбаловали в свое время. Ну, надо скидку делать на это. Какую скидку-то надо делать ей? То, что вот непутевая такая. Непутевая. Непутевая. А историю с машиной, что у нее машину отобрали? Про машину вот первый раз слышу. Тоже не знали. Суд удаляется для вынесения решения. Прошу всех встать. Далее в программе. Я решила пригласить в ресторан. Конечно. На детях с женой экономим, а по ресторанам с любовницей мы можем ходить. Восемь лет мужчина изменял жене с ее лучшей подругой. Теперь семейная пара встретилась в суде. Но зачем здесь любовница? Скоро узнаем. Оглашается решение суда. Суд принял решение иск о взыскании вознаграждения за оказание услуги оставить без удовлетворения. В судебном заседании установлено, что с момента заключения договора прошло три месяца. За первые два месяца ответчик внес оплату в размере 40 тысяч рублей ежемесячно. То есть выплатил 80 тысяч рублей. За последний месяц он не заплатил и дал пояснение в судебном заседании о том, что последний месяц истица не оказывала услуги, которые предусмотрены договором. Когда он пребывал три недели, из этого последнего месяца три недели он пребывал в стационаре, и когда вернулся в квартире, обнаружил, что квартира находится в непригодном для проживания состоянии, в результате чего он был вынужден вызвать клининговую компанию и потратил на уборку квартиры 6 тысяч рублей. Исходя из этого, суд делает вывод, что истица не выполняла надлежащие обязательства, которые были предусмотрены договором оказания услуг. Поэтому суд считает, что нет оснований для взыскания с ответчиков в пользу истицы оплаты за последний месяц договора. Дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. В иске отказать. Бедная моя доченька. Сын ее облапошил. Я вообще не верю во все, что он на нее наговорил. Очередной раз понадеялся на свою семейку. Лучше бы свою дочь воспитывали, чем потакать ей во всем. Вот и получили. В правовом конфликте побеждает тот, кто первым обратится к юристам. Спокойствие. Закон защитит вас. Если вы не можете вернуть свои деньги... Я передумал. Я не буду отдавать эти деньги. Я тебе передушу сейчас. Если семейный скандал вот-вот превратится в развод... Иди сюда! Я тебе сейчас покажу. Правильно получил! Обращайтесь в нашу юридическую консультацию. Про луну с неба, про цветы. Это все уже в прошлом. Давайте про раздел имущества поговорим. Это бесплатно. Истец требует компенсации нецелевого использования семейных средств. Ответчик с иском не согласен. Утверждает, что не тратил деньги из общего бюджета. Истец, слушаю вас. Здравствуйте, ваша честь. Я предъявляю иск своему супругу на 187 тысяч рублей по поводу нецелевой растраты семейного бюджета. Мы в браке с моим супругом 11 лет. На что имеется свидетельство о заключении брака. И как выяснилось, мой супруг 8 лет уже имеет любовницу. Это неправда. Это все правда. Мне Кристина все рассказала. Имеет любовницу, которую она даривает дорогими подарками, экономя на своей семье. У нас двое детей. Данечке 7 лет и Алисе 4 года. Мы экономим буквально на всем. Не можем переехать в другую квартиру. Ютимся в однокомнатной вчетвером. Не можем поехать на море. Уже много лет не было, так как не хватает денежных средств. А он тут одаривает любовниц своих. Как выяснилось, накануне 8 марта мы встретились с моей лучшей подругой Кристиной. И Кристина мне похвасталась, что она была в ресторане, и ей ее возлюбленный подарил дорогостоящие духи. Ну, я думаю, дай рядом с домом есть магазин косметический, зайду, узнаю, сколько же они стоят. Как выяснилось, они не совсем дорогие. У них проходила акция. Две по цене одной. Я думаю, ну, мне две не нужны, потом куплю. 8 марта тут мой супруг дарит мне те самые духи, которые мне похвасталась Кристина, моя подруга. Ну, все. Тут у меня в голове все сложилось, я ему этими же духами и треснула в лоб. Вот эти духи, те самые. 5500 рублей стоили, как выяснилось. И тут я смекнула и побежала к Кристине домой. Она открыла дверь. Вместе с флаконом? Вместе с флаконом. Она сейчас тоже такая же нарядная придет? Такая же, Ваша честь, такая же. Она открыла мне дверь, и я ей прям с порога кулаком. Все, у нас началась драка. Потасовка, конечно, сильная. Мы подрались с ней, а потом по-женски заплакали, сели, и она мне начала рассказывать. Оказывается, она с моим супругом уже 8 лет. Это вранье. Это не вранье, Дима. Она мне все рассказала, все как было на самом деле. Плюс мне Кристина еще поведала, что оказывается, у меня Дима настолько прагматичный жматяра, что он сохранял все чеки. Чеки она мне предоставила. Он прям дарил ей вместе с чеками, что ли, подарки? Да, да. Вот такой вот прагматичный человек у меня супруг. Что если вдруг что-то не понравится, чтобы можно было в магазин обратно вернуть. Ох, не могу прям. Он подарил ей золотую цепочку с подвеской. Последний раз, когда я ребенка рожала, тебе, Алису, доченьку, ты мне таких подарков не сделал, как ей. А она вам что, все отдала? Отдала. А куда ей деваться было? Нижнее белье. Жене ни лифчика, ни трусов никогда купить не мог. Ты вечно стеснялся в магазин зайти. А тут ты посмотри, он расщедрился, у нас подарки делает. Ваша честь, четыре комплекта. Сорок две тысячи семьсот рублей. Сапоги он ей купил за двадцать три тысячи рублей. А мы все лето, ваша честь, на даче у мамы все лето кантуемся всей семьей. Так еще мало того, Кристине он, ты посмотри, жене телефон, еле на шкрюб за восемь лет. А тут Кристиночке, он беспроводные наушники за сорок тысяч сделал. Я ей не дарил этого. Подарил. Есть доказательства. И плюс, ваша честь, брендовую сумку. Мы на эту брендовую сумку с тобой и со всей семьей могли на море съездить тридцать пять тысяч восемьсот рублей. Мы собрали все чеки, посчитали сумму и я решила предъявить иск своему драгоценному супругу на сто восемьдесят семь тысяч рублей. Но она мне еще поведала, что это не все подарки. Оказывается, он ей очень много косметики дарил, он ей оплачивал массажистов. Она где только не была, но на это нет подтверждения. Пожалуйста. Я категорически не согласен с данным иском. Я не собираюсь ничего возвращать, просто потому, что я не тратил эти деньги. Я никаких дорогих подарков Кристине не покупал. И никакой любовницы у меня не было и нет. Тогда зачем вот эта вся история была придумана Кристина? Ваша честь, я вас прошу ее сюда не впускать, потому что она просто уже жизни мне не дает. Она меня просто в гроб сведет, эта Кристина. Мою жену обманули. На самом деле эта Кристина меня все время домогалась, но я не поддавался и хранил верность. Ну, на самом деле Кристина просто обнаглела. Если до этого она мне просто названивала, заваливала сообщениями, пыталась там соблазнить, когда я был у друзей, то в тот день она просто приехала ко мне на работу. подкараулила меня и начала бросаться в ноги, признаваться в любви. Грозилась покончить жизнь самоубийством. Ну, я, честно говоря, немножко опешил, потому что, ну, не каждый день такое бывает, вы понимаете, да? И, ну, в качестве утешения и чтобы просто поговорить и, наконец-то, расставить все точки над «и», я решил ее пригласить в ресторан. Конечно! На детях с женой экономим, а по ресторанам с любовницей мы можем ходить. Это было нейтральное место, это был тяжелый разговор. Конечно, нейтральное, да. И мне надо было куда-то ее позвать. Мы действительно в достаточно недорогую кафешку сходили, и я, так как это было 7 марта, решил подарить ей этот дружеский подарок, вот эти вот злочастные духи, с которых все, собственно, и началось. Вот, причем, если уж разговаривать про деньги, то тебе как раз достались духи по полной стоимости, а вот эти вторые я подарил Кристине. Я тебе скажу, которыми ты же и получил в лоб. Мало того, что Кристина не сделала никакие выводы, что Кристина ничего не поняла, так она еще решила мне отомстить. Она меня оклеветала перед женой, перед детьми и перед судом. То есть, если она думает, что мы, как бы, Ангелина и поверит, и мы с Кристиной разведемся, то это не так. Собственно говоря, я Ангелину люблю и никому ее не отдам. И нас может разлучить только смерть, но у нее будет немало, немного шансов, потому что, видите, вот этот шрам, это как раз те самые духи, которым я получил лоб, подаренные духи. Вот, я не ожидал, честно говоря, такого, но я не стал писать заявление. Я потому что хочу сохранить наш брак. Ваша честь, нет никаких доказательств, что эти чеки мои. что я с Кристиной спал. Я вас прошу очень отклонить этот иск, дать мне шанс. То есть вы со своей банковской картой не приобретали вот эти все вещи? Я ничего не покупал Кристине. За исключением вот этих дурацких духов. Я хочу доказать Геле свою любовь, даже если она в этом сомневается. Передайте, пожалуйста, документы через судебного пристава и судебный пристав пригласите свидетелей со стороны истца. Мне очень интересно посмотреть. на эту Кристину и на самом деле стороны действительно представлены товарные чеки, а не банковские выписки. Свидетели сца, войдите. Представьте. Ой, тоже, смотрите-ка. Здравствуйте, Ваша честь, меня зовут Мальцева Кристина Максимовна. Ваша честь, вы знаете, я когда сюда шла, я рассчитывала рассказать совсем другую историю. Но сейчас вот постояла и подумала и решил сказать правду. А правда в том, что, Геля, у меня с Димой ничего не было. Дима тебя никогда не изменял. Ни со мной, ни с другими женщинами. Димка, он действительно хороший человек. Он действительно преданный муж, настоящий мужчина. И правда в том, что он мне действительно нравился последние несколько лет. И я его добивалась. Я хотела быть с ним, потому что вы казались мне такими счастливыми. Гелька, я смотрела на тебя. Ну и да, позавидовала, на самом деле, вот чисто позавидовала, как женщина. Потому что, да, у меня были другие мужчины, но они мне не устраивали, они мне не нравились, они дарили мне дорогие подарки. А Дима мне ничего не дарил. Вот этот список, это все фальшь. Кристина, ты что натворила? Я что-то своего собственного супруга не убила. Геля, скажи спасибо, правду говорю. А вот эти вещи-то все, это чьи? Не надо. Тебе этими духами сейчас в лоб. Ваша честь, можно я продолжу? Да. И потом, Дима, он пригласил меня в ресторан, я думаю, вот, солнце мне улыбнулось, и это мой шанс, мы с ним пришли в ресторан. Он подарил мне эти духи, ну и в очередной раз сказал, что у нас с ним ничего не может быть, что он любит свою супругу, и что семью он не бросит. Вот такой у нас был разговор, и я уже тогда подумала, я не знаю, что на меня нашло, ваша честь, что такое со мной произошло, честно, не знаю. Я тогда подумала, ну, надо мне уже прям действовать агрессивно, и вот как раз на руку мне сыграла вот эта ситуация, когда Геля пришла ко мне домой, и мы с ней подрались, и уже вот вместе поплакали, обсудили эту ситуацию. Это было мне действительно очень на руку. И вы придумали эту всю историю с вещами? То есть это ваши вещи? Да, вот мне просто, знаете, вот так в голову сразу пришла эта история, я симпровизировала, рассказала, я знала, что ее это заденет. Действительно, вот у моей подруги, я тебя люблю, Геля, у моей подруги, она, у нее есть боль, она очень волнуется и переживает, потому что ее муж мало зарабатывает. И они поэтому постоянно ссорятся, и я думала, что если я придумаю сейчас эту историю, то она его бросит, и мы с Димкой будем вместе и будем счастливы. Вот так, ваша честь. Но потом я подумала о том, что есть что-то большее, чем мои желания, что если уж он настолько любит ее, я ведь два года за ним ходила, добивалась. Она гадина, Дим, я прости меня, я тебя чуть не убила. Вы же в суде находитесь. Простите. Мне-то что делать с вами? Я прошу отозвать мой иск. Отзываете иск? То есть отказываетесь от исковых требований? Да, полностью, в полном объеме. Суд удаляется для вынесения определения. Прошу всех встать. Прошу садиться. Суд вынес определение о прекращении дела по закону. Дело может быть прекращено. Истец может отозвать иск, ответчик может признать иск, либо стороны могут закончить дело миром, то есть заключить мировое соглашение. При этом, при отказе ИСА от иска суд выносит определение о прекращении искового производства, о прекращении дела, и что, собственно, я и делаю в этом случае. Дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. Иск отозван. Ну и гадина же эта Кристина. Мало того, она у меня мужа хотела увезти, так я еще своего супруга чуть не убила. Я безумно люблю своего мужа Димочку. Никому его никогда не отдам. Я считаю, что женская дружба вообще ни к чему хорошему не приводит. Ну, Геля, да, она у меня вот такая вспыльчивая, но я все равно ее люблю, никому ее не отдам. Чтобы не пришлось рассказывать всему миру свои интимные тайны, Это вообще в мире животных, мы живем втроем. Повышайте правовую грамотность. На то семья, собственно, и семейные отношения существуют, чтобы договариваться. Внимательно слушайте, что говорит Елена Кутьина. Не написано такого в законе, что если муж много зарабатывает, может тратить на что хочет без согласия жены. Каждый будний день на нашем канале Дела судебные, новые истории. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин